Добрый день! Сегодня мы с вами научимся делать кулон из проволоки с бусинками. Для этого нам понадобятся кусачки, бусинка, вот такие маленькие бусинки нежно-розового цвета, плотная проволока и тоненькая проволока. Для начала нам необходимо будет сделать сам каркас, основание для кулона. Для начала нам необходимо будет сделать каркас, само основание для кулона. Я же сделала его вот такой формой. С помощью плотной проволоки вы можете создать любую форму, какая вам только понравится. Это может быть и круг, и ромб, квадрат, сердечко. В общем, как вы посчитаете нужным для себя. Итак, вам покажу, как я сделала такую форму. Для начала я сделала капельку. Вот таким образом. Здесь скрутила два раза. Вот один, два. У меня получилось пока что неровно, потому что мы только начинаем делать форму. И концы я закрутила просто на один-два оборота. Попробуйте сделать самостоятельно. Возможно, кончики у вас получатся немного по-другому. Или же вы придумаете что-то новенькое. Теперь мы берем тоненькую проволоку и начинаем облетать наше основание. Для этого в самое начало подводим нашу проволоку и делаем 4 оборота. И оставляем небольшой кончик. Один. Два. Вот я сделала здесь 4 оборота тонкой проволокой. Теперь мы на кончик нанизываем одну бусинку. Вот она у нас вышла сюда. И также дальше делаем 4 оборота. Тем самым наша гусеника закрепится здесь, к боку. Так вот. 4 оборота. И наша бусинка здесь закрепилась. Теперь нам необходимо всю нашу капельку обойти таким образом бусинками. Точно так же нанизываем одну бусинку. 4 оборота. Одну бусинку. 4 оборота. Вот я дошла до середины. Если у вас на середине закончилась проволока, то ничего страшного, мы можем ее присоединить. Для этого просто нужно между собой два кончика соединить от себя. И обрезать примерно 0,5 см, чтобы у нас остался кончик. И этот кончик должен будет зайти вместе с этим концом в бусинку. Тогда у нас не будет заметно. Вот смотрите, стык вошел в бусинку. И место соединения не видно. Продолжаем наше обретение. Вот я закончила работу. Завершила я путем соединения двух хвостиков. Я обмотала их и закрутила вокруг нашего вот этого кончика. Сюда закрутила, сюда и вокруг. Тем самым у меня закрепилась проволока. Теперь нам необходимо будет основную бусинку прикрепить посередине. Для начала нам нужно будет сделать здесь петельку, чтобы потом мы могли надеть цепочку. Для этого мы берем тонкую проволоку, сгибаем ее пополам, продеваем вот так. Находим серединку и внутрь нашей петельки продеваем, то есть таким образом. Посередине мы затягиваем. Затягиваем до тех пор, пока у нас не образуется петелька. Вот у меня получилась петелька. Теперь нам нужно закрепить эту петельку. Для этого мы вокруг нее обмотаем буквально пару раз. Сделали два оборота. И теперь уже в эту сторону мы вниз идем. И одну проволоку мы оставляем с лицевой стороны, а вторую проволоку мы опять сделаем оборот, чтобы у нас закрепилась. Вот. Вот так у нас получилось. Теперь нам нужно будет продеть через две проволоки бусинку. Таким образом она у нас проделась. Теперь нам нужно, чтобы у нее здесь хорошо закрепилась. Для этого мы можем также взять нашу бусинку маленькую, продеть две проволоки через нее. И это будет нашей закрепкой. Вот таким образом. И теперь нам снова нужно войти в эту же бусинку. Вот как у нас получилось, что она посередине бусинка, а проволока вышла вот сюда. Теперь я так же, как мы делали обмотку между бусинками, так же я делаю обмотку вот к этому концу проволоки, который торчит у нас здесь, чтобы у нас хорошо, красиво соединилась. Вот я обмотала. Сильно затягивать не нужно было, нам же главное соединить. Теперь мы вышли на изнаночную сторону. Так же повторим начальную нашу петельку, чтобы она у нас была плотнее. Мы загнем по той же форме. И эти два конца обмотаем так же об наше основание. И можно будет обрезать. Вот такой очень красивый колон у нас с вами получился. Спасибо большое за внимание. Творите. Успехов вам в творчестве. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok